Это технология. Я знаю, что это технология, и ее используют, например, в офисах для того, чтобы команда была ближе друг к другу. И, наверное, видимо. То есть у людей нет личного пространства в команде. А, это вся эта точка зрения? Ну, мне кажется, что это именно так выглядит. Ну, сейчас действительно под словосочетанием «открытое пространство» понимают много разных вещей, так же, как вчера были. Под словом «рапорт» тоже понимают много разных вещей. Давайте сразу определимся, о чем я уже говорил. И то, о чем вы говорите, действительно существует. То есть, когда нет одного большого офиса, люди сидят, фактически, с перегородочками. Типа «открытое пространство» все видят друг друга. Без перегородок. Ну да, но стол там и все равно там какие-то и есть маленькие. Агвариум. Типа того, да. Мы все видим друг друга. Ну, фильмы очень часто это показывают. Действительно, это так. Мы тоже говорим о технологии «открытого пространства». Но это технология проведения мероприятий. Я буду говорить об открытом пространстве, как о технологии проведения мероприятий, которые есть в мире законы, свои принципы, свои ограничения определенные и так далее. Поэтому мы будем сразу определимся, о чем мы будем сейчас говорить. Это технология проведения мероприятий, чаще всего конференций. Я когда выступал, вот презентовал, говорил, что в принципе это и способ жизни тоже. В основном я как бы позиционирую себя как дежтайк-терапевт, и у меня много перекликается с этим тоже, с принципами открытого пространства, с осознаваниями, которые там проходят в день конференции. То есть это, с моей точки зрения, такое, может быть, не терапевтическое пространство, скажем так, но какие-то интересные моменты во время осуществления вот этой технологии «открытого пространства» на всех массах народа очень видно и происходит. Я вам потом расскажу некоторые примеры. То есть что же это такое? Первое. Есть определенные условия проведения открытого пространства для организации. Первое. Это чтобы не было заранее понятен ответ на тот вопрос, который вы хотите решить. Сейчас-то бывает, собирают конференции, мы уже все решили, важно, чтобы люди собрались, просто там проголосовали или поучаствовали, ну как обычные конференции проходят. Заранее готовятся уже материалы, решения, там все уже заранее известно. Для таких конференций открытое пространство не пойдет просто. Чаще всего рекомендуют его проводить тогда, когда вы не знаете ответа на этот вопрос, который ставите. Ну, например, классический пример, вы их там в источниках найдете, в описании к этому пространству. Корпорация «Боин» разрабатывала новую аэродинамику «Крыла». Там тысячи людей участвуют в этом, во всей этой корпорации «Боин» и они не могли никак прийти ко единому мнению, как лучше, что делать, куда двигаться дальше. И начали воспользоваться технологией открытого пространства. Они собрали всех заинтересованных, и это второй важный момент. Первое. Это то, что мы не знаем ответа на вопрос, который ставят. Второе. Ну, или хотим узнать какой-то еще ответ. А второе. Это то, что должны собраться именно заинтересованные люди. Они пригласили всех, начиная от уборщицы, заканчивая главными директорами. Объявили, что могут приходить всех, кому эта тема интересна. Немножко отвлекусь. Я проводил открытое пространство из одной из наших школ. Туда, естественно, по советской привычке, загнали всех учителей. Но, пользуясь правилами, принципами, вернее, правилами открытого пространства, через полчаса, может быть, пару часов, там остались все равно только именно те, которым были интересны и проблемы, которые решала эта школа. Но они планировались на следующий год. Ответов нет еще, они еще не знают, что они хотят там делать. Была поставлена тема такая, общая тема ставится. Чаще всего проблемные. Например, в этой школе-то было планирование работы школы в следующем году. Что вы хотите, чтобы в школе происходило, какие-то направления. Или вот тогда с этой корпорацией «Боинг». Новые тенденции в развитии, я не помню точно, но смысл был такой, в аэродинамике, там, крыла. Или там, самолетостроение. Из тех тем, которые я проводил, планы развития организации на следующий год. Одно, второе, третье. И не там, в Харькове, вот, в последнее. Это было... Кого лучше слушать? Популистов или практик? Собирались люди, обсуждали тенденции популизма, политики и так далее. То есть, вопросы, которые требуют каких-то ответов, на которые собираются люди, которые заинтересованы в том, хотят ее что-то узнать, новое послушать других, либо уже есть какие-то идеи для решения этой проблемы. Обычно открытое пространство проводится несколько дней, но мы его можем проводить в течение одного дня. Поэтому, ну, обычно я провожу, как бы, кусочки показываю. Здесь, вот, все же, вот, там висит, видите, правило, единственное правило, которое есть в открытом пространстве, это, вернее, не правило, а закон, да? Закон свободных наук. Еще называется закон двух наук, одной ноги и другой, и так далее. Ну, собственно, это название не меняется, суть в том, что вы можете приходить и уходить, когда вы уходите. То есть, в отличие от обычной конференции, единственная просьба, приходите и уходите незаметно, не переворачивая стулья, не хлопая дверью, там, и так дальше. Не мешая другим тем, кто может быть. Это единственный закон в открытом пространстве. И законов нет. Но есть определенные принципы, которые следуют. Вот они здесь лежат. Хотел их развесить, но, к сожалению, здесь тканевая основа, и мой скотч на нее ничего не клеит. Поэтому я их озвучу для вас. Происходит то, что происходит. Первый принцип. То есть, и он достаточно такой, основополагающий, скажем так. Смысл его в том, что от вас зависит, что происходит во время этой конференции. Что происходит на той секции, если брать всю жизнь, то есть в вашей жизни с вами сейчас. Если вам что-то не нравится, то в их силах это менять. Ко мне во время проведения этого пространства достаточно часто, особо поначалу, первый день. Обычно оно проводится дня три. Первый день приходят и говорят, там вот они там заявили такую тему, говорят совершенно о другом там и так далее. Типа, что я должен судьбе, напомнить им о теме. Вы там были. Вам это не нравится? Вы помните наш принцип. Происходит то, что происходит. Раз вы позволяете этому происходить, чего вы ко мне идете? Напомните им сами. И участвуйте в этом. То есть это не о принятии, а об изменении. Это и о принятии, и об изменении. Если ты, потому что принятие в том, что происходит, то, что происходит, соответственно, я это принимаю, если я в этом нахожусь. Но у меня всегда есть свобода выбора. У меня ноги свободны. Я могу просто уйти. Тебе не нравится, что происходит? Не сиди, не мучайся. Уйди. Воспользуйся этим заботом. Ты не хочешь уходить, тебя интересует эта тема, но ты не согласен с чем-то. Говори. Предлагай что-то свое. Если ты это помнишь, что происходит то, что происходит, в том смысле, что ты этому позволяешь происходить. Опять же, от тебя зависит. Ты можешь уйти просто на то. Ты можешь уйти кто-нибудь в другом. Второй принцип – это есть те, кто... Там немножко подлиннее, но неважно. Если коротко, те, кто есть, это наилучшие люди для этого момента и для этого обсуждения. Вот. Есть, кто есть. Есть, кто есть. И вот смысл в том, что не надо ждать, пока придут какие-то эксперты или специально их зазывать, или все время сожалеть о том, что вот, если бы был такой человек, вот он бы нам рассказал, и так далее. Вот пришли люди на эту секцию, которую вы объявили, и с ними работаем. Иногда бывает, что один человек приходит, и вообще никто не приходил. Это не значит, что надо прекратить работать. Даже если вы сами в одиннадцатом числе находитесь в той секции, которую вы объявили, вы все равно работаете, независимо от того, пришли к вам люди или нет, вы все равно излагаете на лист протокола свои мысли, и потом, это уже немножко технология, я сейчас к ней потруднее расскажу, что вывешиваете для просмотра все равно работа идет. Даже если вы один. Если пришли люди и вы там, не знаю, они какую-то ересь несут и так далее, есть те, кто есть, объясните им свою точку зрения, примите их, объясните, ну и так далее. Вот единственное, кстати, исключение сейчас спомню, что тот человек, который объявил тему, он ведущий тему в своей группе, вот он не может воспользоваться правилом свободных ног, потому что он ведущий тему. Пока тема не иссякнет и не запорчится. И тут вступает следующий, третий принцип. Заканчиваем тогда, когда заканчиваем. И четвертый одновременно начинаем тогда, когда начинаем. То есть, есть расписание, начало секции, все такое, это опять же про технологию чуть позже расскажу. Вот. Но если вы пришли и готовы начинать, а время еще ваше там подошло, там через пять минут, вы готовы, у вас есть энергия, вы видите людей, и надо сидеть и ждать, можете начинать. Либо наоборот, вы пришли и вы чувствуете, что еще ну как-то, вот уже время подошло, там кто-то обещал подойти, и у вас еще нет настроения начинать, там и так далее, кого-то такого. Вы можете пять минут подождать, никто вас наносил и там сразу уже говорит для тех, кто пришел. То есть начинаем, когда начинаем, по как бы энергии группы, что и заканчивается, это когда заканчивается. То есть, если тематика иссякла, а у вас еще полчаса времени или там 15 минут, то уже некому ничего, не надо выдавливать из себя там какие-то, можете закончить тему, или по вашему, даже если вы не имеете мнение, все, что было сказано, готово, написано в протоколе, вы его оставляете на этом месте, пишите внизу, там группа завершилась, я ушел там в другую группу, ищите меня там в перерыве и так далее. Можете оставить это место. Люди могут прийти к вам все равно на эту секцию, допустим, мы здесь обозначили, что здесь мы ушли, они могут на протоколе дописать свои мысли по тому поводу, который тут обсуждался. Вот. Четыре принципа. Теперь немножко из того, ну как бы я коснулся самой технологии. Как это начинается? Если вы вдруг заходите стать ведущими, открытого пространства, то он будет прийти ко мне на тренинг, я вам покажу это все, но тем не менее, вкратце. Начинается открытое пространство с его подготовки. Обычно нужно прийти, переехать заранее, посмотреть на помещение, узнать, сколько людей будет участвовать, посмотреть, чтобы всем хватило места на отдельные группы, потому что система такая. Сначала все вместе собираются в одном большом зале, обычно сидят кругом, ну получается несколько кругов, опять, зависит от количества людей, может, иногда бывает достаточно много большого повода, все помещают. По возможности, вот если там, есть такая возможность, все в один круг выстраивают, чтобы всех было видно, но если помещение не позволяет, можно строить второй, третий, четвертый круг, но желательно кругом, чтобы просто друг друга было видно. Легче было пускать talking stick, говорящую палочку, т.е. тот, кто говорит, он берет такой знак, что он говорит, все остальные слушают. Если ты хочешь сказать, ты должен подойти и ее взять. Обычно она кладется в центре и из центра забирается. Вот они бывают разные, это просто одна такая знаменательная, которую я получил, когда меня учили еще тогда с подписью основателя открытого пространства, но он всегда говорит, что он не основатель, что он просто взял опыт мира, он путешествовал по разным странам, но он этот опыт принес как год. Началось с того, что ему поручили провести кунду конференцию, значительно он год ее готовил, тысячу человек собрал конференцию, люди, ну, обычную, там где съемки, кофебрейки и так далее. Он ее провел, потом спрашивает у своих друзей, знакомых, ну, как он говорит, да, все классно было, все интересно, самые лучшие были кофебрейки. Почему? Не потому, что кофе был хорошим, потому что в это время мы общались и друг с другом знакомились и так далее. Кто думал, нифига себе, я год готовил ее, там ездил, собирал материалы, а они запомнили кофе, ну, что-то здесь не так. И тогда он начал исследовать, как же лучше организовать процесс, и он запомнил, что нам понравилось то, что мы свободно общались, мы свободно знакомились с чашкой кофе и так далее. Он исследовал, посмотрел Африку, наверное, другие какие-то страны, где люди собирались именно кругом для решения. Ну, у нас, помните, вечевые собрания, где забирался круг, на кругу все решали, да? Вот. И взял это за основу. И поэтому открытое пространство начинается с этого круга общего, где выносится эта тема для обсуждения. Например, будущее нашего города, это будущее того, куда мы будем двигаться. Кто не знает, у кого-то есть какие-то идеи, у кого-то конкретного, финального нет. и предлагается, ребята, вот эта тема, но мы не будем сейчас все с места выкрикивать, кто что хочет, вставать и выступать. Мы немножко этот хаос организуем. Ну, вот здесь теория управляемого хаоса, подойти каким-то образом. И у вас есть сейчас возможность, вот в центре лежит бумага, ручки, вы можете подойти, взять и свою тему, презентовать. Я по этой теме общей, будущего нашего города, считаю, что мы должны там делить внимание, ну, не знаю, там, развитию молодежи. Я хочу по этому поводу поговорить. Я, может быть, не специалист, но призываю всех, кто что-то по этому поводу думает, со мной встретится, он пишет это название, там, допустим, развитие молодежного центра, подписывает свое имя и обозначает место, где он будет об этом говорить. Заранее готовятся эти места. Помимо этого общего зала, то, что я сказал в самом начале, да, за день до этого, определяется, у нас будет там 300 человек, вот мы все здесь вместе поместимся, хорошо, но где мы будем проводить секции? Приблизительно на 300 человек, если там штук 10 захочет выступить со своими какими-то предложениями, значит, у нас должно быть хотя бы, ну, желательно 4-5 мест, где они могут провести. Обычно на обсуждение отдается час-полтора, соответственно, одновременно может проходить там 2-3, ну, как здесь, кстати, почему я сказал, что вставали, это, собственно, работает по принципам открытого пространства. Тоже собирается команда, единственное, что вы заранее знаете тематику, да, тренера там свои выносят, а в открытом пространстве она бы сразу же выносилась бы здесь. Человек бы вставал, говорил, что я хочу вот такую-то тему провести, большая доска, на которой уже заранее такая как бы табличка, место и время, и он выбирает, ага, я хочу это время провести, запустим, в комнате номер 3, там, с часу до двух. Второй хочет провести, ага, я эту тему тоже хочу послушать, значит, я буду свою давать не с часу до двух, а в том же месте с двух до трех, например. Ну и следующий. Так эта табличка такая большая, заполняется вот этими выступлениями. Оставляется место, вдруг в ходу дискуссии кто-то захочет еще сказать, оставляется в кругу бумага, красный маркер, всем было заметно, что это новая тема, и место. Если вдруг в течение открытого пространства кто-то захочет что-то новое обсудить, он может прийти, написать и вклеить в эту доску свободные места. И, соответственно, после этого расклеились эти все темы, которые люди хотят как-то презентовать или обсудить, те, кто слушают, подходят, записывают просто для ориентировки. Это не значит, он должен туда обязательно прийти. Просто для того, чтобы как-то было понятно, где кто нам будет находиться, они записывают себя туда, могут не записывать, это не обязательно. Лишний раз смотрят, где кто себе записывает, фотографирует и так далее. люди расходятся слушать все эти темы, которые там предъявлены. Единственная просьба, или как сказать, технический вопрос, который очень важен в открытом пространстве, это те, кто заявил эту тему, сразу берет чистый лист протокола, ну, такая шапочка там есть, определенные требования есть к его заполнению, и его задача написать, что же было, что происходило в его группе, какие идеи выдвигались, то, что говорил, не дословно буквально, там каждое слово, но основные мысли, для того, чтобы те, кто вот потом подошел, посредине, там, и вообще после заинтересовался этой темой, могли увидеть, как шло обсуждение, о чем говорили, какие идеи выдвигались, самое главное, и для того, чтобы те, кто не попал к нему, на его секцию, могли с этим ознакомиться потом, то все эти протоколы собираются, вот, допустим, там, из этих 300 человек, ну, там, 20 каких обсуждений происходило, да, и я, естественно, один из участников, не смогу все 20 посетить, потому что они приходят одновременно, вот как здесь, например, вы можете все, все сразу, нам приходится переходить с одного места в другое, ну вот, и то какие-то урывки, но в открытом пространстве вы получаете эти протоколы, каждый участник открытого пространства получает эти протоколы, он может с ними ознакомиться, причем он с ними ознакомливается еще до того, как он уедет домой. Первая часть открытого пространства это обсуждение, а вторая часть называется следующий шаг, то есть планирование следующих действий. Соответственно, для того, чтобы планировать, вам надо почитать, что же происходило. И поэтому, после завершения вот этого момента обсуждения, которые длится обычно день, полтора, два, по-разному, в зависимости от того, сколько времени есть. Если это в течение одного дня проводится открытое пространство, то, скажем, полдня идёт обсуждение, перерыв. И, да, важный момент, в течение всего этого времени открытого пространства в определённых местах есть столики с кофе, чаем, соками, водой и так далее. И обычно что-то полезное, то есть конфеты и печенье у нас выставляют, но на Западе обычно это какая-то морковка, какая-то другая зелень, ну что-то полезное такое, может быть какие-то галеты и так далее, то есть они обычно сладости не ставят. Но опять же, всё по-разному бывает, это уже от организаторов зависит, что они там выставляют. Иногда открытое пространство проходит вообще без еды, но это плохо, потому что в течение дня человек так или иначе хочет есть. Даже если у него есть перерыв обеденный, да, он утром поел, пришёл на открытое пространство, потом он пообедал, ну и там вечером поужинал, но всё равно в ходе дискуссий, и, короче, Оуэн, который организатор этого села, он предусмотрел, что людям иногда хочется поговорить за чашкой чая, иногда хочется, перебегая с одного места к другому, что-то бросить в рот, просто чтобы не думать о еде, да, о том, что бурчание уже возли, там. Поэтому там всегда стоит один, одна из таких изюминок открытого пространства, всегда стоят такие столики, где можно перекусить немножко. Ну вот. И вторая половина, вторая часть муррисонского балета или открытого пространства, это планирование следующего шага. Что это значит? Для моей, с моей точки зрения, это очень важный момент, потому что первая часть просто говорят, обмениваются идеями о том, о сём. То, что я видел у нас, поговорить у нас любят многие. А когда приходит вторая часть, точно так же все возвращаются в круг, им говорят, что сейчас вы сможете пройти по коридору. И, спасибо большое. Пройти по коридору. И в коридоре будут вывешены все те протоколы тех заседаний, тех обсуждений, которые проводились в первой части. Вы сможете посмотреть, там вывешиваются ещё дополнительные странички, вы читаете, о, классная идея, а у меня есть такая идея. Вы можете дописать прямо там свои какие-то пожелания, идеи, мысли и так далее, которые тоже потом попадут в эту общую кругу отчёта, что ли, по проведению открытого пространства. Вы просмотрели, вы вспомнили всё обсуждение, вы поняли, какая тема вас больше всего цепляет. Вы возвращаетесь в круг, и в общем кругу объявляется второй этап, это следующий шаг, next step, следующий шаг. Следующий шаг – это кто хочет по тем темам, которые только что встали, сделать что-то конкретное. Кто хочет взять на себя ответственность за, не просто говорить о нём, а за какой-то следующий шаг. Он просто в рамках развития нашего города, маленькой темы молодёжное движение, он решает для себя, что я могу сделать. А, я могу, например, организовать веб-сайт какой-то для молодёжных, или начать проект по строительству какого-нибудь там, или организовать какое-то молодёжное движение, ну то есть что-то конкретное. Человек решается на это сам, его никто не назначает. Вы посмотрели, вы принимали учения в обсуждении, у вас эта тема болит, вы ходите, и вы на общий круг заявляете. Вот, уходите, берёте листочек, пишите, я буду организовывать, допустим, какое-то мероприятие для молодёжи, первое там по сбору, знаю чего-то, да. Вот, пишет своё имя и предлагает всем, кому эта тема интересна, всем, кто хочет в этом принять участие, хотя бы своим советом, а ещё лучше какими-то конкретными вещами, приходите, мы будем планировать наш следующий шаг там-то и там. Ну опять вот эта большая доска, на которой раньше висели темы обсуждений, теперь будут вешаться темы планирования следующего шага. И он говорит, мы это будем обсуждать, а в третьей комнате, ну понятно, что время уже другое, там, с пяти до шести месяцев. У них тоже есть протокол определенный, что обсуждали, какие пункты, что решили, и конкретно темы, в какое время будет продвигаться. То есть они фактически составляют свой план действий, как они планируют организовать, допустим, в этом случае, какое-то молодёжное мероприятие, да. Кто за что отвечает, кто с чего начнёт, там, ну и так далее. Понятно, что это ещё не может быть детальный план, когда следующая встреча, там же есть следующая встреча, тогда-то это будет. Вот. И это всё в течение обсуждения потом под этим организатором, они это всё тоже размножают, все рекопируют, и присоединяются в эту книгу. В первой части книги это те темы обсуждений, которые были в первой половине открытого пространства, просто обсуждение, обмен идеями, и так далее, да, проблемы какие-то поднимались. По второй части это следующие шаги, кто что конкретно решился взять. Часто этих конкретных шагов раза в два, а то и в три, а то и в четыре, меньше, чем просто тем для обсуждения. Поговорить, к сожалению, наступят больше, чем в себе ответственность, и что-то конкретно делать. Но тем не менее, каждый участник этого пространства получает эту книгу, он в состоянии посмотреть, вспомнить, что там было, посмотреть, какие были, принимались решения, кто за это решение отвечал, когда планировался следующий шаг. И он может в этом тоже поучаствовать, даже если он не участвовал в обсуждении, не планировал следующий шаг, но вдруг каким-то боком ему эта тема стала интересной, он про неё вспомнил, открыл, посмотрел, нашёл и начал действовать. Чем это хорошо? Почему мне это лично нравится? Я обычно провожу открытые пространства, ну скажем так, за очень дёшево, часто иногда за хлеб, воду и крышу. Потому что видишь, как люди меняются в процессе, просто обалденно. И когда в первый день, обычно, традиционно, это дня три проводятся открытые пространства. Так, вот, обучающая у нас была неделю, ну, я проводил полдня открытые пространства, пара, лучший день, как минимум, просто, чтобы люди успели как-то вообще всё развиваться. Но если три дня, ну, вот на мастерской тренировок, то, что мы сейчас в голове проходим, мы организовали, проводили открытые пространства, то в первый день приходили тренера вроде бы там, ну, или те, кто хочет быть тренером. Ну, это люди, не просто с улицами, мы обсуждали будущие тренировки движения. Почему так? Что это за хаос? Почему никаких хамок нет? Что это такое? Где какая-то? Подождите, ну, это ж вот же, всё написано, где ж какой хаос? Просто вы берёте на себя ответственность, никто не водит, никто не усаживает, никто дверь не закрывает. Вы можете приходить. Почему у меня люди приходят и уходят, меня это раздражает, отвлекает и так далее? Они ж не хлопают дверью, не роняют мебель, не кричат, пошли вы все, черт возьми. Они просто уходят и просто приходят тогда, когда... Это принципы открытого пространства. Потихоньку, на второй, на третий день люди немножко втягиваются, они понимают, что... Ну, есть, всё равно есть определённые правила. Это вроде бы хаос, но он структурировал. Есть вот эти принципы. Если ты начинаешь по ним жить, ты прочь научишься быть свободным. Что такое свобода? Не просто делаю, что хочу, правильно? Это неонархит. Это право выбора. А созданное необходимость. Которое ты осознаёшь, это твоя необходимость, правильно? То есть то, что тебе надо. И ты начинаешь это впитывать. А что же я хочу, на самом деле? На какую секцию я хочу пойти? Если мне здесь скучно, неинтересно, то я не сижу просто потому, что там, не знаю, почему, ну, так меня научили, или другие сидят, никто же не уходит. Ты встаёшь и уходишь. Потому что вначале объясняется, если вы почувствовали, что вы услышали всё, что хотели, услышали, или сказали всё, что хотели, никто вас не держит. Есть закон свободных «но». Вы встаёте и уходите, уважая окружающих, естественно. Вот и всё. И когда это, ну, вот как бы в таком маленьком мире ты начинаешь чувствовать на себе, что да, я могу стать юг, или прийти, поучаствовать, буквально пять минут, некоторые так и делали, ходили по разным секциям, послушал, посмотрел, что-то свои пять копеек ставил, там, записался, что он в этом участвовал, потому что ему эта тема интересна, и пошёл на следующую. Ничего страшного в этом нет. Но следующий этап, помимо того, что ты выбор имеешь право делать, в этом всё будет, что ты делаешь осознанный выбор, ты знаешь, о чём он, куда ты пойдёшь, просто потому что толпа туда пошла, ты слышал объявление, ты знаешь тему, тебе эта тема каким-то интересна, но ты потом и берёшь ответственность за свой выбор, потому что свобода безответственности — это анархия. Ну, не знаешь, какая анархия, там, в глубоком скажем так, для меня это нехорошее слово. То есть безответственность. Вот. И это тоже в открытом пространстве видно, кто берёт на себя ответственность за те темы, которые, которые, кстати, кому интересны, кому нет. Вспоминая пример вот этой школы, про которую нам в начале говорили, я директора предупреждал, что в ходе открытого пространства вообще всем, которые организовываются, организации проводят, я говорю, вы увидите, кто действительно заинтересован в теме, а кто нет. Поэтому вы можете согнать всех, но тогда сразу, кому неинтересно, они увидят. Вы просто увидите. А можете сразу просто приглашать тем, кому интересно. И самое в этой истории интересное было, чтобы я проводил в этой школе этот открытый пространство два раза. Первый раз сделали, как я попросил. Просто объявили, будет проходить, приходите. В таком-то там помещении, в зале поставили стулья, мы предположили, что там, ну, скажем, из 30 человек учителей придёт, дай бог, 10, 10 стульев. Не пришёл никто. Никто не пришёл вообще. Мне это было в кайф. Я вспомнил этот принцип, происходит то, что происходит. Начинаем, когда начинаем и так далее. И я начал проводить открытые пространства для пустых стульев. Я просто тренировался. Я рассказывал и принял, потому что вначале это моя работа. Потом они сами работают. Вначале я должен рассказать принципы, объяснить, как, что. А я просто пустым стульем, ну, как бы, тренировал свой, вот этот, знаете, сценический мандраж, скажем так, как я буду проводить. Вот это всё оттренировало. Для меня это было в кайф. Я там даже сидел, какая-то тема меня по школьной реформе интересовала. Я сел, сделал себе свой уголок, начал там писать протокол. У меня сохранился свой протокол, своих четырёх этих самых. Тоненькая такая книжечка из четырёх листочков. Следующий шаг там планировал. В данном случае конкретно, что ты школой. Всё-таки провести там. И с директором встретились опять, поговорили. Она, ну, что поделаешь? Давайте всё-таки я попробую, так сказать, как всегда. А там посмотрим. Мы провели второй раз. Второй раз пригнали народ. Пришли все, просто сказали, что надо. В большем зале мы сидели, работали. Но опять же, к концу, или даже к середине, пользуясь, наконец-то, этим правилом свободной ноги, люди ушли по домам. Потому что я им сказал, в открытом пространстве это можно. В открытом пространстве живут вот эти вот две. Они тоже у меня сидят в центре круга нашего, вот так вот. И в открытом пространстве две ипостаси живут. Это бджилка, или шмелек, ну, пчёлка, да? Пчёлка и бабочка. И вы имеете право спокойно из одной ипостаси переходить в другую. Вам не нужно быть всё время пчёлкой. Вы почувствовали, что вы можете, хотите передохнуть, попорхать просто с одного места. Вы порхаетесь, это нормально. Человек должен отдыхать. И иногда бабочка, она тоже радует нас просто своим внешним видом. Вспомните, да? А, бабочка, прикольная зая красивая. И вам классно от этого стало. И вам от этого хорошо, и вы, не знаете, с большим удовольствием принимаете участие там в чём-то. И так далее. То есть обе нормальные. И когда учителя, так сказать, кто вошёл в эту роль, кто вошёл в эту часть, улетело по домам, часть осталась. И директору было очень классно, ну, как бы, ну, я не знаю, директору мне было видно, что действительно в теме, кто их интересуется. Особенно, когда они начали вторую часть брать на себя конкретные обязательства. Там вообще, по-моему, у человека два что-то хотели сделать из всей этой массы заявивших. За это я любую открытое пространство. Что это тренировка своего рода свободы и ответственности. Вот буквально ты её проживаешь. От непонимания в начале до принятия, ну, опять же, не все, у всех по-разному. Вот то, что я видел, эти примеры меня вдохновляют. Что есть люди, которые не просто уходят, а которые как-то это принимают и начинают учиться жить по этим принципам. Ну, хотя бы для начала на конференции. Есть что есть, происходит то, что происходит. Начинаем, когда начинаем, заканчиваем, когда заканчиваем. И вот принцип. То, что можно переходить из одного состояния в другое, это нормально. Даже полезно. Только всё время пахать, 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 журшать и мёд носить там и так далее. И тогда расслабятся и, может быть, этим мёдом не воспользуются. Это такова. И, с другой стороны, что видно, ну, никто уж никого не заставляет. Кто действительно заинтересован в теме, а кто нет. Кто берёт на себя ответственность, а кто ещё... Опять же, это не значит, что их надо проклинать, там, или двойки стоять, или прогонять. Они в этом состоянии. Это и для руководителя определённая тренировка, что ли. Маем ещё, маем. Да? Происходит то, что происходит. Вот твоя аудитория, вот твои там работники. И это не значит, что надо половину воли. Это просто они в этом состоянии, может быть, другой ситуации. Или как, например, до сих пор же они как-то работают. Или у тебя все двоечники сопровождаются. Вряд ли же. Чего бы так, чтобы никуда не двинулись. Каждый на своём месте. Просто надо видеть их особенности. И кто-то может много говорить, а кто-то берёт на себя ответственность. А кто-то ни одно, ни другое не делает, но в нужный момент подключается, подставляет к плечо и так далее. То есть тут не следует сразу делать как бы кардинальных выводов, или на следующий день половину людей поувольняем. Нет, естественно. Присмотреться, понять. Понять, что они все разные. Что это не серая масса, которая... Вот мы на конференциях обычно сидим, там, голосуем. Я не знаю, что дальше делать. Это вот вкратце про открытое пространство. Почему мне это нравится? Если есть... Понаблюдайте за овале. Это то же самое, почти. Плюс нет. Происходит то, что происходит. Начинаем, когда начинаем. Заканчиваем, когда заканчиваем. Есть кто есть. Кто есть, слава богу, нет. Ну конфеты принесёте. Если принесёт, может вообще не поймётся. Всё это работает. Даже вот правила, ну по крайней мере, на некоторых секциях я пользуюсь. Постоянно правила «говорящая палочка». Это одно из правил. То есть тут кругу есть, вот они сидят, лежат бумаги для надписей, записей и так далее, и лежит «говорящая палочка». Она не всегда такая, а не по-разному. Это право говорить. Если ты хочешь что-то сказать, то... Если кто-то вступает, ему показывает своё, хочешь, вырвёшь потом. Это тоже как-то дисциплинирует, и оно перекатывает в группы, когда в группах обсуждаются, не то же, не всегда, но часто вспоминают. С помощью правила, не все сразу, вы кричите всех, потому что бывают очень жаркие спорты, друг другу что-то докажутся, политические какие-то вообще. Ну, не помогает. Я периодически... Пошу там звоню, все соглашаются, когда вы говорите, что говоришь. Да, пока ты это говоришь, все соглашают. Другое дело — соблюдать. Согласиться — это одно, а сделать это — это не разговаривайся, и с чем-то не согласен. Важно, к чему я опять же это прогожу, потому что и опытники есть хорошие. Один достаточно знаменитый тренер говорит, что я прям просто открытая пространство. Я благодарен ему за то, что мне не давали сразу все сказать, что надо было ждать свою очередь. А пока другие говорили, я свои мысли прокручивал, систематизировал, и мне гораздо больше идей пришло. Это молчание, ожидание помогло мне как-то систематизировать и больше понять про себя, про других, про те идеи, которые тоже полезны. Просто даже научиться слушать и не лезть сразу с первым. Какие-то принципы я стараюсь, чтобы все равно получается, чтобы не было. Минус — то, что это затратно. Потому что сейчас, правда, в связи с распространением интернетов и так далее, мало начинают печатать, скорее всего, сканируют вот эти все протоколы, решения, и не печатают, потому что это деньги, а просто потом рассылают. Вы это получите в электронном варианте, хотите себе распечатать. Это удешевляет процесс. Потому что, ну, 300 человек напечатают 300 книжечек этих, это ксероксы должны стоять. Потом они пишут от руки, бывает иногда просят их потом, специально, во время перерыва, «Пойдите, напечатайте это, потому что прочитайте». Вот это в спешке пишешь протокол, бывает, что даже в чем тут речь, понимая. Потом кофе, брейки, вот это вот одно из, опять же, сейчас срезают и очень часто не хватает денег, и не ставят во столу, потому что, особенно, народ съедает сразу, и потом, как бы так, вот, к концу месяца не стоит, вот. Но, тем не менее, тем не менее. Ну, вообще, честно говоря, наши, мои коллеги, которые, ну, ты, вот, ты, вот, понимаешь, они считают, что это большой кусок работы, а это им, вот, большой кусок работы. Вот, и оно обычно для корпораций каких-то долларов стоит. Вот, так как я провожу по школам обычно, или, там, для общественных организаций, то, к сожалению, они поступают много, они будут в школе вообще вкладывать. Ну, чтобы они просто проверить. Ну, если кому-то интересно, как это, и так далее, вы можете, я сегодня наэкономировал себя, вы можете как-то, если будет что-то открытое пространство, что вы посмотрели, это у вас провести, показать, в следующем году я буду набирать руки, просто для популяризации для любящих, кто хочет научиться проводить открытое пространство, более активное информацию, вот, каждый год, или раз, два года, каждый год, я просто пару раз участвовал, только перестал ездить, международные сборища происходят, ведущие как-то, просто, это стало очень интересно, я был в ломбине, в беременную таких, стакут, потому что мне еще скотелось в городах, смотрят, что стакут, они поедут заодно, вот, ну, там обмениваются опытом, как мы это проводим, есть такая международная тусовка, ну, в последний раз в Лондоне, это было, уже 4 назад, я еще видел Оуэна, он все время спал, и мне уже там, под 8-10, ну, тем не менее, колоритный американец, ну, это, это он, вернее, писал, но это мои учителя, это 2004-го написал, мне вообще не было, 2005-го, когда здесь не встречался, он мне сейчас писал мою палочку, говорящий, вот такая, talking state, Джо, мой учитель, Майки, Кэрис, это меня, вот это, у меня, вот это, у моих, как бы, это пространство, говорящая палочка, она просто, потому что она тоже, как бы, круг, такой, своеобразный, мужчина и женщина, и, ну, и как-то, это про любовь, про свободу, про единение, и, в то же время, разность, это меня много образов, это, она прошла много, от этих пространств, люди так, сначала смотрят на это, что она концентрируется на своих мыслях, и уезжает на это. Еще есть такая вот, когда, я? Ну, открытая пространство, ну, она открытая, не менее, это определенные рамки, то есть, в ходе, как сказать, вот, ну, общения, да, там, полтора часа, или, там, 45 минут, мы заранее договоримся, в то же время идешь на, на окно какое-то обсуждение, не забывает про временные рамки, и поэтому я периодически хожу, и вот так, напоминаю, что время заканчивается, иногда с колокольчиком ходят, по-разному, у меня такая, тоже, где-то, в тех краях купленная, чем-то, хотя не помню уже где, но всех она сильно раздражает, не знаю, я прихожу, наверное, во время спороса, другие какие-то энергии, идут, двое, вобысты, коренько, да, что это такое, если бы, скоро заканчивается, или бросать, более мягко, да, да, но это специально, для того, чтобы как-то прервать, да, ты слышишь, или не пару раз, такой, как бы, звонок, следующий, потому что, помещение, которое вы сейчас, там сидите и разговариваете, придет следующий, надо уходить, помня правила, заканчиваем, когда заканчиваем, они могут, не сворачивать свой процесс, это сигнал просто того, что вам надо уменьшить, но во время объяснений, я говорю, что вы можете просто-напросто, если вы чувствуете, что конец еще не настал, а у нас есть принцип, заканчиваем, когда заканчиваем, вы просто договаривайтесь, что мы помещение-то должны забыть, давайте встретимся там, под соседним дубом, и завершим наш разговор, и никто не мешает, просто это сигнал вам менять место, вы можете продолжать. Ну, наши дисциплинированные, к сожалению, очень редко, один или два раза видно, что они где-то собирались, что продолжали, обычно отвякнули, даже если они там, чуть ли не в морду не бились, все равно все, все разошлись, и все порядок. Ну, как-то так, у нас такие, но за границей очень часто бывает, что переходят другие не знаю, и продолжают, как богатые там во спину держители. Протокол лежит, можно прийти, дописать все, что хочешь, никого уже нет. Все, что могли, обсудили, или там бывали ситуации, тоже есть фотографии, когда один человек, он объявил свою тему, он сам все написал, что хотел думать, оставил, ушел, но к нему приходят другие, там где-то посреди его времени, и там смотришь, дописывать и до своей идеи, то есть, мне очень нравится открытие пространство, поэтому правильно проведенные, не вмешивающиеся, так сказать. Ну, можете. Да, давайте, у нас там время, что-то как раз, да, что-то начнешь. Мы сейчас раз и закончим. Все, да? Вот, вы, кстати, подключили с вами к концу, вам нечего сказать? Есть. Нет, нет, вы за нас не решаете. Хорошо, да. Вам время не доставите, нет, я на время не все нахожу. Буквально будет 10 секунд, что для вас было наше встречу. Что вы берете с собой? Во-первых, посидим, во-вторых, продолжение не весит. Буквально вот одной парадой. Интересно, приятно. Вот, вот, правило, только по палочке, думаю, это вот ключевое слово. Я не, начальное, с чем можно дальше репутить? Мне как-то пойдет, да, слушать, да, я делаю. Здравствуйте все. Я для первого, от первого, это бывает, еще забываю. Я в хорошем. Я для первого, от второго беру, в первых, есть экология, в первых, в первых, которые не репикают, понимаете? Мираловая, это не раздражает, это тоже постарается. В первых, которые вы не знаете, принимаете, я для себя в том, я для себя в том, что я люблю. Атмосфера. 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 Атмосфера.